Виктор Корп, политик-политолог, гражданский активист. Виктор, ты сегодня на форуме говорил о люстрации, очень много, в масштабах России, которая возможна в будущем. Что же такое люстрация, зачем она нужна, и кто должен быть люстрирован, и кто будет люстрировать, если будет? Ну, я не так уж и много говорил, на самом деле, но эту тему могу говорить очень много. Это было несколько тезисов. Один из ключевых как раз был мой тезис о том, что очень важно эту тему не связывать вот с какими-то будущими ожиданиями вот этого переходного периода. И недостаточно даже просто готовить какие-то материалы, проекты законов. На эту тему даже дискуссии были, надо ли, не надо уже ранее писать проекты законов, иллюстрации. Это все я отношу все-таки к вторичным факторам успеха этого безнадежного дела, ну, таким техническим. Мой основной пойнт, как сейчас говорят, был в том, что вот эта иллюстрация в узком смысле, это важно, конечно, вот эта норма, освоенная уже многими странами Восточной Европы, переходящими от диктатуры в демократии, да, или от тоталитарного общего, или, в общем-то, антидемократического устройства государства к демократическому, вот эта норма отстранения активных деятелей вот этого соответствующего недемократического режима в период построения демократии, она очень важна, она, в общем, понятна, с точки зрения логики, да, ну, вот особенно на российском примере, я говорил, она может быть даже привлекательной для очень широких слоев населения, вот то, о чем всегда говорят, очень важно, чтобы успех был в политике, да, чтобы это воспринимали все-таки массы, да, вот сейчас в России это очевидно, эту тему, если подавать как необходимость, ну, просто повторю вот то, что я говорил, необходимость устранения вот некого тромба вот этого, да, закупоривающего всю кровеносную систему страны, не позволяющую развиваться, да, в виде вот этой вот корпорации, там, мафиозно, партии жуликов и воров, по-разному можно определить, но для всех очевидно, вот это некая каста, которая захватила все центральные места власти, фактически подчинилась ему всю общественную жизнь во всех сферах и устранила так называемые вот социальные лифты, то есть у огромного количества людей, особенно у молодежи, просто исчезли перспективы хоть какие-то жизненные, так сказать, да, если они не встраиваются в эту систему, не подчиняются там вот этой иерархии, значит, начальственного произвола и так далее, да, то есть вот в этом смысле она абсолютно понятная идея, да, нужно убрать, убрать вот эту преемственность произвола, так сказать, но еще раз говорю, это техника, то есть для того, чтобы это все было успешно, вот техническая составляющая, она требует и определения, там, каких категорий, вот, как сказать, должны быть люстрированы в первую очередь, да, там, ну, понятно, наиболее явные сторонники режима, там, порта и геноси, да, там, некие аналоги, вот, с фашистской, с нацистской Германией всегда очень легко проводить, да, ну, там, значит, сотрудники правоохранительных органов, репрессивных в наших условиях, ну, и так далее, то есть составление списков категории определения, составление списков соответствующих организаций, вот, связанных, носителей вот этого тоталитарного духа, идеологии, персональные списки, на эту тему тоже есть дискуссия, ну, в общем, это важно, это понятно, вот, что непонятно и что я пытался донести, что все это не будет иметь смысла, если не будет под этим вот такого понимания того, что это очень мало, вот, это иллюстрация в русском смысле, иллюстрация в широком смысле должна произойти, то есть должно произойти то, что вот мой коллега Юлик сказал, напоминая базовую семантику слова, это очищение через страдания, да, вот, причем, вот, я говорил, потому что страдание не должно восприниматься в смысле вот некоего внешнего, насильственного такого, так сказать, действия, заставлять людей, значит, помимо их воли, там, каяться, там, и так далее, да, это должно быть именно вот некий собственный выбор каждого человека, нравственный выбор, и это должно быть в итоге, как вот, зверх задачи, это должно быть очищение общественного механизма, это должно быть вот такая коренная смена ценностных ориентиров базовых, да, то есть сейчас вот, ну, Россия живет, как с лженицем говорят, по лжи, это лживое общественно-государственное образование, оно полностью выстроено на лжи, на преступления, на насилие, на произволе и так далее, значит, вот это нужно осознать, это нужно осознать каждому человеку, это нужно осознать общество, и вот эта задача, конечно, в иллюстрации в таком, в широком смысле, она гораздо сложнее, вот об этом нужно думать, и я такой вот выбранный тезис, опережающий иллюстрации, несколько тезис, опережающий иллюстрации, вот то, что это нужно думать, как можно раньше и готовиться к этому, соответствующие механизмы продумать. И априорные иллюстрации тоже объясняются вот этим. То есть сейчас очень мало людей, я считаю, вот тут с Эйдером Мужгабаевым согласен, очень мало людей могут сказать, что мы все сделали для того, чтобы не нести ответственность за преступления вот этого режима. По моим представлениям, такого никто не может сказать. Так или иначе, вот эту ответственность, любой мыслящий человек, он ее ощущает. Тот, кто считает себя формальным, неформальным гражданином России, живущим, причем неважно в каком месте живущим, он это ощущает. Важно, чтобы вот это ощущение, понимание этой причастности к преступному режиму, важно, чтобы оно стало как можно более массовым, чтобы оно начало развиваться. Потому что сейчас, к сожалению, даже вот в так называемой либеральной среде, очень популярная такая тема, такое настроение, что достаточно обозначить, что мы против Путина, и это уже чуть ли не как индульгенция. Не вешайте на нас коллективную ответственность, так нельзя, так не получится. И в актуальном состоянии, тем более в прошлом, когда вот все это, так сказать, формировалось. Я считаю, там очень серьезно разбираться тоже, как мы дошли до такого, да, почему индустрация не была проведена, вот, например, при прежней попытке вот этого перехода в демократии. Если мы с этим не разберемся, вот этой истории 89-го, там, 90-го, 91-го годов, мы сейчас будем повторять те же самые. Вот, вот примерно об этом я говорил, в общем, ну, мне показалось, что эти мысли восприняты, по крайней мере, вот этой нашей аудиторией. Да, будем надеяться, что это будет продвигаться именно так вот, осмысленно. Спасибо.